Ну и Манчини, Касанно, Тотти, только что Пануччи мелькнул. Это все персонали. Это Карев, это нападающий центральный форвард ударного типа, такой пробивной и забивной в то же самое время. И он будет играть, естественно, на острее атаки. Так что вот такие дела. Карло Анчидотти, наставник Милана. Сейчас начнется эта встреча. Мальдини, капитан команды. И поехали. Итак, вы все знаете, составы есть. Так что мы попробуем сейчас оценить достоинства обеих команд. В этом очном поединке. А в атаке сразу же Касанно и подача от линии ворот направления Тотти. Там много было защитников Милана. Обратили внимание, я не сомневаюсь на этот факт. И вот смотрите, опять в атаке Рома. И момент неплохой создают сразу же футболисты с участием Каррио. Это все Рома вот так быстро начала эту встречу. Ну что же, уважаемые телезрители. Мы приносим извинения, это не по нашей вине произошла вот эта техническая накладка. Вот исчезло изображение, исчез даже интершум, как мы называем, шум трибун. И посему пока что счет не открыт ноль-ноль. Мы ждем, что восстановится связь телевизионная, звуковая, как полагается. И мы продолжим нашу трансляцию из столицы Италии, где Рома принимает Милан. Вот такие вот даже вещи бывают. Может быть, перерыв подействовал, рождественские каникулы, встреча Нового года. Но вы знаете, что в прямом эфире Ювентус, принимавший Перуджу, все было в полном порядке. Никаких проблем не было. Трансляция прошла абсолютно нормально из Турина, столицы будущей зимней Олимпиады. Но вот видите, из Рима сигнал по-прежнему не поступает. Я теперь пока что, пока что суть до дела. Вот уже появился, да, все в порядке. Появился звук, в первую очередь, а теперь и изображение. Мы приносим наши извинения, но это, поверьте мне, за пределами нашей Родины. Счет не открыт, ноль-ноль. Матчи Рома и Рома, Рома Милан, Рома продолжает атаковать. Милан держит оборону, пас на левый фланг. И там Лима головой сбрасывает к штрафной площади. Передача в направлении Тотти, это Кассана там свирепствует, сместившись на левый фланг. Тотти и Карев обозначили центр нападения. И вот как раз Тотти чуть-чуть не дотянулся до мяча. Дида вовремя вышел, забрал мяч в руки и выбивает его далеко в поле наполовину. Там наполовину поля Рома. И что же дальше? Дальше показалось бразильскому игроку, что там была игра рукой. Но все в полном порядке. В атаке Лима, пас на левый фланг. Он работает здорово левой ногой. Здесь Кассана играет на коротке с Тотти. Они очень здорово помогают друг другу и понимают друг друга, как говорится, с полуслова. Технари, каких надо еще поискать. И вот нарушение правил штрафной пользы Ромы. Пока что ничего Милан не предложил в качестве контр-атаки даже. Счет не открыт. 0-0. Рома Милан. Тотти у мяча. И хорошая толпа собралась в районе 11-метровой отметки. Там, видите, и Коста Курта. Там многие игроки, которые могут сыграть головой, отошли в оборону. Ну, это удар поворотом, но для разминки гиды это то, что надо. Так что, может быть, даже слегка погорячился Тотти, пробив с такого дальнего расстояния поворотом галки Пирамилана. Мальдини с мячом. Ну вот, у границ штрафной площади побывали футболисты Милана. Эмерсон перебрасывает мяч сразу Лиме на левый фланг. Подошел Тотти. Вот посмотрите, как далеко он отошел на свою половину поля. Может быть, тем самым желая заставить игроков Милана немножечко выйти из обороны. Но здесь не столько насыщена оборона, сколько середина поля. И на подступах штрафной площади, если вспомнить перечисленных мною игроков Милана, которые участвуют в этой игре. Манчини с мячом. Ну вот Кафу на месте правого защитника. Теперь уже Хавдека. И пас по правому флангу. В пятку мяч попадает Кафу и отлетает за пределы поля. Ну, Рома имеет 36 очков. Ювентус после победы над Перуджей 33. У Интера 31 очко. И у Милана 30 очков. И игра в запасе, вы помните. Дида. Технично молодец. Это Панкар, левый защитник. Он умеет подключаться и делает это с удовольствием. Но пока его жизнь заставляет строже играть в обороне. Не по правилам игра корпусом. Толкнули Тотти. Тотти отпускает усы, судя по всему. Ну, а не по правилам Альдини его прихватил даже за капитанскую повязку. В общем, два капитана не поделили мяч. Один из них нарушил правила. Касана будет выполнять штрафной удар по всей вероятности. И здесь же Тотти на положенный 9 метров должен отойти игрок. Сразу нам показывают Карио. 33 метра до ворот. Судя отмеряет свои 9. А что касается Карио, которого нам каждый раз в таких ситуациях демонстрируют, то это как раз как бы акцент на то, что он там будет головой играть. Но Самуэль туда пришел. Я бы сказал, что это, пожалуй, даже основная фигура в таких вот стандартных ситуациях. Вот навес на ворота мяч отбит. И удар по воротам выше. И мяч идет в игру Дида ударом от ворот. И вот я вам говорил, что Самуэль поинтереснее в этих ситуациях. И он-то как раз бил, положил корпус. Но не очень, наверное, так, как надо было бы. Может быть, еще и от того, что мяч высоковато висел. А дать ему опуститься пониже не было на это время. Рядом уже находился соперник. Поэтому все нормально со стороны Самуэля. Молодец. Пробил. Но не попал. Ничего же не поделаешь с этим. Вот. Это Коста Курта. Дидов выбивает мяч. В поле счет не открыт. Ноль-ноль. Докур перехватил. Сразу же в одно касание. Вы посмотрите, как быстро адресовался мяч в направлении Танкарева. Мяч у Нилана. Пока он на своей половине поля. Ну, в общем-то, Нилану надо пока разобраться. Как чувствуется, что к чему. И чтобы наладить нормально комбинационную игру, надо немножко подержать мяч в центре. А владеть им не обостряя, может быть, сразу используя Шевченко и его качество бомбардира. А вот так почувствовать вкус комбинационной игры. Заставить побегать без мяча. Ну, это вот мои такие размышления из наблюдений в эти первые минуты. Зейдорф постригся. И вот совсем даже иначе выглядит, я вам скажу. Он слева, как я вам и говорил, вот, называя состав Милана. И гида вводит мяч в игру. Пока не торопится, не спешит. Это маленькие такие хитрости вратарские. Всем, чтобы дать своим немножечко осмотреться. Раз. И второе. Успокоить соперника. Нельзя не обратить внимание по этому эпизоду. Как только Милан приблизился к штрафной площади Ромы, у штрафной хозяев тоже собралась приличная компания игроков римской команды, которые стали на защиту. То есть все тоже, и они понимают, что с кем они имеют дело. А потому числом и умением ведется пока оборона и той, и другой команды. Это Зейдорф пытался в одно касание передать мяч. В одно касание разыграли сразу уже футболисты Ромы мяч с участием Токи и Докура. Ну, а Касана... И вот удар поворотом в ближний бил Андрей Шевченко. В дни этих самых каникул Шевченко развлекал светской жизнью публику, но не забывал о главном. И молодец. С мячом Карев. Он штрафной. Пас назад под удар. Касанов пытался своим коронным полотерским номером мяч убрать под удар под левую не получилось. Руйко, что пасует направо. Касана смещается дальше почти к бровке у противоположной трибуны. Касана смещается дальше. Касана смещается дальше. Касана смещается вперед. Пас на левый фланг. Еще передача Докуру. Что дальше? Дальше, дальше, дальше. Там тесновато. Молодец. Хорошо ушел соперника. Пасует центр Кареву. Карев под удар Токи отлично отбрасывает мяч. И тот с хода бьет. Попадает в игрока Милана. Но и к тому же еще удар у него на все сто не получился. Хорошо сыграл Пануччи. Нарушение правил против Токи. Это Гаттуза пошел в отбор. И вот тот самый удар поворотом, который принял себя защитник. Ну, в общем, неплохой в принципе удар был. Но не на все сто удавшийся. Будем отстаивать ту же самую точку зрения, которую мной было высказано, вот когда это случился эпизод. Это Гаттуза. Тоже, тоже укоротил немножко прическу. Навесная передача. Мяч улетает за пределы поля. 0-0 Альфабио Капеллы. Наставник Ромы. Ну что, Рома пока имеет территориальное игровое преимущество. Контр-атаки на Милана. Особых хлопот еще не доставляют. Защитным порядком Ромы. Раз. И второй. Один удар Шевченко под углом. Ближний. Все, что пока запомнилось. Из того, что в атаке создали гости. Пока счет не открыт. 0-0. Пас назад совершенно правильно. Это Пелицоли. Нельзя было брать рукой мяч. Он отбивал ногой. И тут же судья на леви фиксирует оффсайд. Залез туда кака. И мяч уже в игре. Докур пасует на левый фланг. Получает обратный пас на приличном вскаке расстоянии. В одно касание. Очень четко в ноги. Киву. Ромынский защитник, играющий слева. Точно отдает пас чужому. Руйкоште. Кошта. Направо Андрею Шевченко. Против него Самуэль. Набрасывает Андрей мяч. Очень хорошо увидел Зейдорф. Вот посмотрите на прическу теперь Зейдорфа. И вот хорошо увидел открывавшего Зейдорфа из-за спины Манчини. Он выскочил. Но чуть-чуть не подрасчитал левой. Нанося удар Андрей. И забросил далековато мяч. А момент-то был хороший. И вообще, так сказать, по мысли, по тому, как затевалось все, момент заслуживает уважения. И разбора столь обстоятельного, если хотите. Руйкошта. Эмерсон. Ну, пока не виден Пирло больше Руйкошта на раздаточном пункте. А сейчас мяч у Милана. Он на половине поля хозяев. Кафу. Пока пас на коротке. Один к другому. Хорошо. Отлично даже. И удар поворотом. Рикошет. Пилицоли на месте. Кака. Хороший момент. Хорошо разыграли. К вопросу. С вашей стороны. И к размышлению о том, которое уже позвучало. Хорошо. Вот так подержать. Переброситься. Пасом. Перекинуть мяч друг к другу. Почувствовать локоть. И заставить немножечко померочить соперника. Вот что требовалось от игроков Милана. И что им уже пару раз удалось. Хороший симптом. Руйкошта. Эпанкар. Любящий подключаться к атакам. И вот его коронный навес. Мяч попадает в ногу игрока Ромы. Рикошетом. Штрафную площадь отлетает. Вот такие дела. 0-0. Рома Милан. Манчини. Лима. Оффсайт у Карева. Ну вот сейчас вы видели три игрока в обороне Милана. Это Костакурта. Мальдини и Панкаро. Ну а Кафу. Кафу тоже играет дисциплинированно. Но все-таки ощущается, что он больше должен вдоль бровки помогать атаке. Но если туда смещается Андрей Шевченко, значит там уже Кафу делать нечего. Он может только подойти, чтобы помочь, обыграться. На всякий случай поддержать товарища по команде Владеющего Ильича. Ну а далее по эпизоду. Дида на месте. И тут вопросов и не было. Панкаро. Карев. Пирло. Отлично. Вот так разыгрывается постепенно Милан. Но насколько ему все удастся и дальше, тут забегать вперед не будем. Зейдорф оригинальным способом. Видите, как выставил ногу. И на этом попался, между прочим. Это есть такой прием при отборе мяча. Попался на этом защитник Ромы. И передача одна, вторая, третья. Пас. Офсайд явный. И смотрите, раза три, четыре, пять. И даже шестой игрок был Вол Баронин на линии у Ромы. И они все четко тормознули, когда отдавался мяч туда на правый фланг. И в итоге игрок Милана зарылся в офсайд. До курс мячом. Штрафной удар. И что, Руйко что получает желтую карточку? Да. Так или нет. Или просто переговорил арбитр пока с ним. Предупредил, чтобы играл поаккуратней. Но если он так поступил, я имею ввиду арбитр, то он, конечно же, молодец. Руйко что не тот игрок, которого надо так сурово с хода сразу же штрафовать. Тем более, он так, так, так хорошо извинялся. Манчини. Ну что ж, Манчини на том самом фланге, на котором играл много лет Кафу. И надо сказать, что очень удачное приобретение. В Венеции этот самый Манчини в составе Ромы. Играет он здорово, этот парень. И ничуть, я бы сказал, так даже не уступает Кафу. Панкаро, Зейдорф, Пирло. Не поняли друг друга. Сейчас, когда игрок Кака отдавал мяч, его партнер не двинулся вперед. А ситуация должна была подсказать, сейчас штрафной мяч сохранен Миланом таким образом. Но ситуация должна была подсказать партнеру, что обязательно надо делать рывок вперед. Панкаро. Из-за боковой. Манчини ввел мяч в игру. Пока Панкаро там разбирался. Это Касана. Одного обвел, второго не удалось. Пирло набрасывает мяч в штрафной площади. А Шевченко открывался на место правого инсайда. И ждал мяч там, в той точке. Так что Пирло не сообразил. Докура раньше был Гатузо. Мяч в игре. Темп хороший. Это Тотти пытается выбраться и опять зарабатывать штрафную пользу. И нарушил правила Пирло. Мяч в поле. Кафу его подхватывает. Тут же пытается отдать партнеру. Но пас не получается. Гида у мяча. Пока что Милан играет больше коротким и средним пасом. И ему вот такая игра уже удается. Налаживается. Но поточнее еще надо. А самое главное в простых ситуациях. И вот контратака. И опасный момент. Удар поворота. Прямо в руки Гиды. Билл Эмерсон. Эмерсон может быть спокоен. Как только он подключился к атаке. Кто-нибудь обязательно из хавбеков задержится в обороне. А тут даже вот вы видели. Как Манчини сразу же отошел назад. И занял его место. Ну а где был Докур. Его не видно было. Но я думаю что он игровую дисциплину выполняет. Держал точно. Ну и опять Милан с мячом. Там что-то похожее было на падение штрафной площади. И может быть и тянувшее на нарушение правил. Но никто не стал спорить. Это очень важно при оценке таких ситуаций. Опять короткий пас через Пирло. И Зеедорф. Отлично. Ну-ка Кака вперед. Подрезай угол. Выходи и дай точно пас. Кто бить будет некому ударить. Мяч оказывается задел ногу кого-то из игроков Ромы. Фрикошетил. Отлетел не Шевченко. А как раз игроку местной команды. Зеедорф. Здорово сыграл Кака. Индивидуально. Великолепно. Кафус мячен. Кака и Андрей Шевченко в штрафной площади. И на вес штрафную. Там трое против двоих. Двое были закрыты на путь. Но атака Милана продолжается. Еще один на вес панучий мяч отбивает. Опять сопернику. Опять же туда подача. И мяч наконец-то отбит подальше. Но и тоже не точно. Перевод мяча на правый фланг. Кафу. Отличная передача. Лима перед своим товарищем. Они друзья. И снова Милан. Во. Никак Рома не может отбиться. И наконец-то выбивает мяч за боковую. Это Самуэль. Милан придавил. И Кафу против свои. А это тот самый момент, когда... Карев обыграл Мальдини, а потом упал. Наверное, Самуэль споткнулся. А судья был рядом. Вне игры. Пас. И Кафу отдавал мяч Андрею Шевченко. И обратили внимание на Кафу. Который показал большой палец. Никаких проблем. Оффсайд. И вот помните, как Какао уходит от панучи. Вот этим вот финтом. Ну, а дальше потом был удар вдоль ворот. Рикошет. И мяч не попал к Андрею Шевченко. Я не сомневаюсь. Вы сфотографировали тот эпизод. И он как фотография у вас был. И вы его запомнили. Да. Так вот. Теперь вы видите, что у Ромы в атаке ничего, по сути дела, пока нет. Вот они, в шутку говоря, попылили первые минуты. Не удалось забить. Горели желанием. Ну, вот сейчас потихоньку, потихоньку. Милан прибрал игру к своим рукам. И вот наладив комбинационную игру коротким средним пасом, уже диктуют гости свои условия. Пас пяткой. Мяч. Мяч уже был за боковой. По мнению ассистента и мяч у Ромы. Это Эмерсон. Хавбек. Докур выдвинулся вперед. Обратите внимание, он на половине поля. Эмерсон пока на своей. На половине поля соперника. Переводит мяч на Манчини. За Манчини здесь очень внимательно наблюдает Панкаро. Мне думалось, что и Зейдорфу бы не мешало здесь эту сторону прикрыть своим присутствием и игрой, естественно. Потому что если Манчини развозится, это будет не очень приятно обороне Милана. Зейдорф. Ну, там как раз и слева. И кто назад возвращается? Манчини теперь. И вот опасный момент. Ну, Андрей. Гоу. Шевченко забивает. Поймали все-таки Рому. И оставив защитника одного против Андрея Шевченко, быстро наказали хозяев поля. Разыграв коротко здесь в центре. Потом диагональным пасом на Андрея. И его 13-й мяч. Вот, посмотрите. Он поднимает руку и показывает. Давай. Это лучший вариант, который можно только было придумать. И уже в борьбе с Самуэлем успевает Андрей мяч перебросить через... А это Киеву, простите. Киеву слева не успевает. Через Пелицоли, Рослого, Высокого и Прыгучего. Сложнейший технический прием на таком коротком расстоянии. Перебросить из борьбы. Обработав вот так мяч. Кстати, он грудью, когда начинает работать, принимая мяч на грудь. Это фирменные вообще знаки, я вам скажу, Андрея Шевченко. Вы это помните? Прекрасный таких мячей и ударов в поворотах после таких технических приемов у него было очень много. Так вот, сейчас один из них, еще увенчавшийся голом. И 1-0 впереди Милан. Но еще раз повторяю. Из такого положения, когда Киеву ему мешал. Раз. Перед ним вратарь был такого роста. И, естественно, с прыжком руками. Еще вытянутыми вверх. И он на таком коротком расстоянии сумел перебросить мяч через голкипера в дальний угол. Это высший класс. Это то самое, что забил Недвед в ворота Перруджа с 25 метров примерно в верхний угол. По исполнению и по красоте. Хотя они разные, естественно. 1-0 впереди Милан. Самуэль пастует вперед. Манчини. Это была попытка туда посадить мяч в шрапную. Мяч попал в Панкаро. Между прочим, вот этот эпизод на опасную игру был похож. Вот соперник Акасана получил мяч. Играет в Тотти. Слева Лима подключается один. Дакур играет на Манчини. А дальше навесная передача. А тут уже дежурил Гида. А Лима был слева один. Ну, в общем-то, подкупает, конечно, своей фактурой и данными карем. И на него набрасывает туда мяч. Каждый раз или пытается это сделать. Не перебарщивает ли? Как вы думаете? Пас на правый фланг. Андрей Шевченко с правой стороны. Туда сместился. Втроем атакует Милан. Пас в штрафную от Андрея. Мяч отбит. Дакур подхватывает. Не поспевает за ним Гаттуза. Тяжеловат что-то. Мне так кажется. Я не берусь на все 100% утверждать это. Но мне кажется, не так свежий он, как обычно. Работающий без устали. Неугомонный молодой человек. И тем всем очень нравится. Боевитость. Он напоминает мне очень Пойоля в Барселоне. Правда, тот играет несколько на другой позиции. Но по самоотдаче они очень похожи. Панкаро. Кака. И направо еще там Кафу. Можно налево через бразильского хавбека повести эту атаку. И вот опять-таки все-таки направо вот этому игроку Кафу мяч и отдан был. Кака. Предложение сыграть стенку на средней дистанции. Но проходит только лишь пасом через Кафу. Уже Кака открылся на правом фланге. Набрасывает штрафную. А вот здесь напрасно уже Кафу перехватывал этот мяч. Потому что адресовался мяч как раз Андрею Шевченко вот этому блистательному нападающему, забившему 13-й мяч свой в чемпионате Италии. И в ней игры не было. И судья на линии, ассистент, показал, что там как раз был еще защитник. И он перекрывал игрока Милана. Посему линия проведенная. Это нам лишний раз подтвердило. Эмерсон отдает мяч налево. Лима набрасывает штрафную. Карев у мяча не успевает своим длинным рычагом дотянуться до мяча. Пас в штрафную. Обратите внимание, сколько игроков в белой форме было уже в штрафной площади. Потеряв мяч, как они быстро отошли на защиту ворот. Пирло. Пирло играет опорным ковбеком, как обычно. Может быть он меньше работает на распасовке, но здесь на короткой дистанции, на своей где-то позиции. Вот в этом пространстве он, конечно, старается сыграть так, как полагается. А вот Руйко, что это уже игрок более широкого масштаба в этой игре. И пас. Нет, не туда. Не поняли. Не поняли. Не поняли друг друга. Потому что Андрей, вы видели, как открывался, отрываясь от защитника. И он-то как раз был более прав, нежели игрок, отдававший ему мяч туда, где он был тремя шагами раньше. Ну что ж, Карев уже имеет возможность предъявить претензии по-итальянски. Так что все нормально. Втягивается местный футбольный колорит. Фабио Капелло. Как хорошо Рома начала, а? Как интересно комбинировала, как интересно играла. И вот растеряла все под натиском соперника. И пока что противоядия никакого. Если бы еще Милан еще точнее бы играл, было бы совсем, наверное, здорово. Это адрес болельщикам Милана. Зейдорф против Манчини. Против таких игроков, как Манчини, или против таких, как Кафу, как Роберто Карлос и такого Амплуали, линейных игроков, очень важную роль играет позиционная игра соперников, их тех названных игроков, которые работают вот на этом участке поля. Защитник Хавбек. Их взаимодействие, их взаимопонимание. И, конечно же, внимание. Правильно. Коста Курта, Мальдини, Руйкошта. Ну вот, выше всех, ростом даже выше Мальдини, Карев. Ну вот, это самая тактика толпы, это самый вариант в таких ситуациях. Эммерсона контролирует Кафу. Им в этой толпе даже есть о чем поговорить. Ну и вот, подача в штрафную. Опасный момент. Тотти с мячом удар поворотом в ближний. А Дида здорово занял позицию. Дьявол. И посмотрите, как технично овладел мячом. А как Тотти здорово сыграл вторым касанием с груди на ногу. И левой с отскока поворотом. И Коста Курта не успевал ногу поставить. Но Дида выбрал замечательную позицию. Докур. 1-0 впереди Милан. Гол забил Шевченко. Ошибается Манчини. Он ведет борьбу за мяч. Опять отдает его чужому. Руй Кошта. Я слышу, как вы мне подсказали. Я слышу, что это был Гаттуза. Не волнуйтесь. Нарушение правил. Штрафной. Ну, что ж. Опять надо Самуэлю подтянуться к штрафной площади. Касана будет выполнять штрафной. Пирла отойдет на положенные 9 метров 15 сантиметров. Да. Ну, и, в общем, Тотти там. Пануччи там. Это тоже такой название. И Самуэль. Вот он. И плюс еще и Эмерсон. В общем, все, кому надо в таких ситуациях в составе Ромы в штрафной площади. И опять неудачная передача от Касана. Удар с дальней дистанции. Сильный удар Лимы левой. И рядом со штангой. Ну-ка посмотрим, как работал Гида. Хорошо работал. Опять срыв картинки. Но вы слышите пока что шум стадиона. Что-то происходит на линии. Пока 1-0 впереди Милан. Но мы тут ничего пока не знаем. Пока 1-0. Ну что ж, если проанализировать то, что мы с вами наблюдали в течение вот этого времени. Нормального изображения. То начало за Ромой. Все остальное это уже за Миланом. И, конечно, красавец гол в исполнении Андрея Шевченко. И я вам напоминаю, что Ювентус выиграл у Перу Джо со счетом 1-0. Недведь забил на 26-й минуте великолепнейший гол. Метров с 25-26 в девятку. И Интер-Лечи 3-1. У нас по-прежнему 1-0 впереди Милан. Матч против Ромы на стадии Олимпико. Все восстановилось. Ну и пока тут возятся где-то в центре. Вот передача не точная. И Интер-Лечи 3-1. Лечи открыла счет на третьей минуте после удара Буоу. Круз Кордоба в Ере забили по мячу. И во втором тайме. И выиграли Интеристы 3-1. Болония импули 2-1. Ну наконец-то Болония еще против аутсайдера. Не хватало, чтобы проиграла. Но выиграла 2-1. И тоже проигрывала на 18-й минуте после удара Динаталия, Белучи, Пекья. Затем провели по голу. И Болония одержала победу 2-1. Дида выбивает мяч. Ну а Касано. Касано решил попугать Дида. А тот не возмутил. Так вот, Бреши и Сиена. Шесть забитых мячей. 4-2 в пользу Бреши. Маури. Баджо. 2-0. Арджили 2-1. Флу 2-2. Баджо 5-2. Ну то есть у тебя 3-2. 52-я минута. И Маури. 87-я. 4-2 в пользу Бреши. И Ко Лучи у Бреши был удален с пола. Докур с мячом. Я продолжу по ситуации. Неточная передача. В общем, много холостых ходов у хозяев поля. Придется что-то, конечно, предпринимать Фабио Капелло. В перерыве будет наверняка серьезный разговор. Остается не так уже много до окончания первого тайма. В запасе вратарь Зотки. Зубина. Томази Дельвеккио. Дероси. Делла Сканделя. Так что если усиливать атаку, то Дельвеккио. Если усиливать линию Хавбеков, тут скорее будет или Томази, или Дероси. Несмотря что надо. Томази усиливает атаку. Дероси усиливает оборону. Но пока что об этом не может и мечтать Фабио Капелло, потому как надо отыграться. Гатуза дает мяч по правому флангу. Слишком сильно и удар от ворот. Да, мы продолжаем. Анкона Парма. 0-2. Оба мяча на счету Барона в каждом из тайм. Два ударения. Серич и Мальтальятти у той и другой команды. У Денеза Самдори 0-1. Флаки забил во втором тайме единственный мяч. Мода на Киеву 0-3. Косато Ланна Барталли. Вот авторы забитых мячей. Реджина Лацо 2-1. Лацо проиграла. Ливерани открыл счет. Очень интересный Хавбек, напоминающий Лиму. А вот опасный момент. Удар поворотом в дальний мимо. Бил Шевченко. Шанс был. Да. И опять что-то похожее на то, что мы и в пол видели, когда был забит гол. Опять взявнула защита. Рывок Андрея на место правого. Крайнего. И вот отсюда, неподалеку от угла штрафной, был нанесен удар в дальний угол. Пелицоли не среагировал, но с опозданием. Это было видно. Попадив в дальний, точно. Вратарь бы не поможет. Ну и так. Так, Ливерани 1-0 впереди Лацио, а потом Димми Келли и Коца по голу, и Реджина выиграла. Вот все. Муци и Оддо в каждом были удалены у Лацио с поля. Два игрока сражения. Ну, проигрывали, наверное, вели себя некорректно. У нас 1-0 впереди Милан. Я больше не буду возвращаться к результатам матча вот так подробно, потому что меня заставила жизнь это сделать, так как были подрывы картинки. Так мы говорим на персональном нашем телевизионном языке. Поэтому раз уж начал, надо сказать, а, надо сказать и да. Поэтому больше не буду. Коротко в конце трансляции назову еще результаты встреч, потому что мы в информационных выпусках все это будем не раз еще повторять. Ну и обзор игр. Всех. Завтра вечером. То есть в среду, уточняю, в среду вечером. Попало Дженнеро Гатузо по голове. Зейдорф против него Манчини цеплял ногу. Нарушал правила, но Зейдорф выбрался. Вот этот пас. Дней игры не было. И, в общем-то, повторилась все та же ошибка, что и в том случае, когда забил гол Андрея Шевченко. Три защитника. И, тем не менее, они оставили без присмотра Андрея Шевченко, перевестившегося на правый план. И тут Киву. И вот нам как раз, вот видите, как стаки. И подчеркивает изображением видео, как забил гол после такого же точно паса, в том самом случае, когда гол состоялся. И вот второй момент, когда он бил в дальний угол, был похож по замыслу исполнению паса и по тому, как развивалась комбинация. Но тут удар не получился. Ну и дальше расстояние было. Кафу возвращается на свою позицию. Фабио Капелло в раздумьях. Да, так вот, я вам назвал запасных ромы. У Милана Фьори, голкипер. В запасе Редондо Шимич, Борьелло Лаурсен, Сержиньо и Бродки. Не идет игра у Ромы. И скорее всего даже от того, что поймали игру гостю. И вот Тотти на левом фланге. И мяч за боковую уходит. Лима ввел мяч в игру. Получает пас от Тотти. И тут же навес в направлении Карио. Мяч у Тотти. Не успел обработать. Пас был в борьбу. Но Кака молодец. Здорово выбрался. В этом матче он очень прилично выглядит. А Кафу уже дал рывок такой солидный на половину поля. А что уже в штрафной видели. И пас был, но и в том моменте Киву-то как раз сыграл. На этот раз внимательно. 1-0 впереди Милан. Панучи, Зейдорф, Фабио Капелло. Мальдини. Костакурда, Там Кафу на месте правого защитника. Гаттуза отдает мяч на правый фланг. Кака набирает ход. Прибежается к углу штрафной площади. Хороший финн. Пас рую Коште. Кошта вынужден отойти чуть-чуть назад. Перепасовка через центр. И тут внимательно работает в обороне. И устремляется вперед. Рома проходит середину поля. Корпус поставлен. И мяч упанучи. Папореста. Арбитр. Наказывает игрока Милана. До ворот. Почти по центру. Расстояние и прилично. Но в то же время мяч летун. Ударом владеют многие. Все может быть. Стенка. Плюс еще соперник туда залезет. Будет мешать. Даже на 15 метров. Вот, пожалуй, стенка дальше, чем половая. Киву. Мяча. Левый бьет, вы знаете. Очень прилично. Может закрутить. Гида должен знать. Может закрутить в обвод стенки. Вопрос лишь в том, в какой угол. Нет, оказывается, сдали Киву. Отбил. Тотти. Номер не прошел. Но заработали угловой. С левой стороны. Навес. Удар по воротам. Хорош Самуэль в этих ситуациях. Вы знаете, я просто восторгаюсь этим игроком. Всегда в таких вот моментах. Вот посмотрите, как он выпрыгнул над Мальдинич. Что, знаете, Заправский волейболист. Холосный. Вылетает над сеткой. Еще и смотрит сверху. Куда тут его двинуть этот мяч. И вот так бил, но не попал, правда, в створ ворот. А момент очень хороший, динамичный был в исполнении Самуэля. Манчини бросает из-за боковой. Эмерсон. Из-за боковой снова хозяева поля ведут мяч в игру. У меня вообще чутье, вы знаете, не знаю, как у вас что-то еще будет в этой игре. Мальдини. Панкаро. Хитро сыграл Зейдорф на паузе, но не увидел, что позади еще был игрок. Не почувствовал, точнее. Согласен. Удар от ворот. У меня где-то чувство такое, вы знаете, что Роба разыграется. Три минуты добавляет арбитр. Удар от ворот. Эмерсон. Манчини тотти. Но Манчини не прав. Так понимали друг друга до сего времени с Касану и на тебе. Это называется по спину. Зейдорф. Она правая. Кака. Очень прилично играет молодой бразилец под 22 номером, который... Нарушение правил. Удар по ногам. Пануччи проверил Зейдорфа. Пошла уже вторая добавленная минута. Пануччи. Докур. Нарушение правил. И желтую карточку хлопотал Каган. От занавес первого тайма. На ровном месте. Дали-дали от собственных ворот. А зачем? Правда, ведь возникает вопрос. Пануччи. Эммерсон. Токи австроумно пропускает мяч. Касану. Ну, вообще, болельщики, если заподозрить меня в изючах, симпатия к этому молодому и талантливому игроку. Я эти симпатии не скрываю. И он заслуженно их наверняка получает не только от меня. Чувствует, вернее, от многих. Он действительно незаурядный игрок. Докур. Манчини. Высоко очень поднял мяч. Шевченко нарушил правила в борьбе с Пануччи. Пас на левый фланг. Заканчивается последняя добавленная третья минута. Токи на левом краю. Мяч за линию ворот уходит. Спешит Рома. Разыграли мяч. На вес. Удар поворота. Удар. Гол. Последняя минута. И Касано забивает. 1-1. Это итальянский футбол, друзья мои. Класс. Класс. Спокойно. Весь статуэт. И мяч над пелицори залетел в дальний угол. По исполнению высшей пасы. И вот еще был момент. Я его очень счастлива шагал. Будьте сказать, что это тоже смаковали. Я рекомендую сомневаюсь. Когда такая же комбинация длинным пасом по диагонали на правый план за спину Киву едва тоже не закончилась голом. Но Андрей пробил мимо ворот, вынося удар в дальний угол и выносил. Ну и расстояние было почти от угла штрафной площади. Но тем не менее удар получился у него таким прикладистым, но не попал в створ ворот. А вот гол ответный был тоже забит в результате блистательно тоже проведенной комбинации. Вот в двух трансляциях прямых сегодняшнего тура, 15-го по счету, в итальянской серии А, Недвег забил гол. Красавец. Украшение, без всякого сомнения, любого матча. И вот голы, которые были забиты в первом тайме в случае Рома и Милана. И вот ответный гол. Остаются считанные по четвертой секунды. Там полтора десятка, не может. Быстро разыграли мяч, тут же Тотти передали его, и он мягко набросил его на дальний угол ворот. Пока Дида перемещался из ближнего угла в дальний, уже мяч был на голове у Манчини. И Тотти очень технично, во-первых, выпрыгнул, а во-вторых, сумел перебросить мяч через голкипера прямо на Касано. А он один. А трое защитников не удел Милана. И Касано восстанавливает продовольствие. И вот Дельвекио покрыляется на поле. И Канделя. Сразу две замены. Вот такие вот дела. Карев уходит, Дельвекио вместо него. Ну и Канделя тоже мелькнул уже в форме Канделя. Вот он, Канделя, вместо кого? Вот это очень важный момент. Канделя очень здорово подключается. Если разыграется, то тут, конечно, шороху он наделает. Но пока что нет у нас информации, кого заменил Канделя. Ну, разберемся, в конце концов. Не правда ли? 1-1. Вторая половина встречи. Папоресту Суин Петрович. Встречу и мяч в игре. Удар поворотом. Тотти нанес удар. Ну, Тотти была посвящена передаче. Те, кто на перерыв ушел чайку попить, могли не заметить или застали ее, там сказать, уже в конце. Но, тем не менее, Тотти была посвящена аналитическая небольшая передача, наша уже традиционная, под названием ЗД, исполнение Ленин Кузенкина. Так что возможности и класс Тотти нам очень хорошо известен и до того, и тем более после такой передачи. Ну, он бил поворотом, не попал. Сейчас Гаттуза с мячом, он пасует партнеру, и мяч остается за пределы поля от ноги опять-таки Тотти. Но это он выдал такой точный пас на голову Манчини, после которого Манчини сбросил мяч на ногу Кассано, и счет стал 1-1. Кафу вел мяч в игру, мы только что видели Карла Анчелоти, наставника Милана. Ну, и уж хоть скоро замены произошли, так и появился... Дельвеккио и Канделя, Андрей Шевченко. Я в тенте назову еще раз составы команды, те, кто по каким-то причинам... Лима ушел, Канделя вместо него. Вот все ясно теперь. Так, Лима, 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 Канделя. Канделя на 32-й. Дельвеккио 24-й вместо Каррио. Да, так вот и составы. Итак, Рома Пелецоли 22-й, 2-й Пипануччи, 19-й Самуэль 4-й Кивы, 30-й Манчини, 11-й Эмерсон, 15-й Докур, Канделя 32-й, 10-й Тотти Дельвеккио 24-й, и Кассано 18-й, Фабио Каппола главный тренер. Лима под 8-м играл, Карев под 23-м. Милан. В воротах Гида 12-й, 2-й Кафу 19-й, Костокурта, 3-й Мальдини, 26-й Панкаро, 8-й Гаттуза, 21-й Пиррулу, 20-й Заедов, 10-й Руйкошта, 22-й Кака, 7-й Шевченко, Карл Анчелотти, главный тренер, Папореста, главный арбитер. Вот такие дела, счет ничейный, 1-1, вторая половина встречи, Панкаро ввел мяч в игру из-за боковой, там Зейдорф, борьба за мяч, подхватывают его футболисты Ромы, и что дальше? Дальше пока что так особо ничего, и она пытается там пробросить мяч дальше, из-за боковой, мяч от ноги первого, покинул поле, кто-то вводит мяч в игру, нет, отставляет его партнеру, это не его-то в принципе дело, и тем более там, где-то на своей половине. Мяч вновь бросает Панкаро из-за боковой. Да, так вот, Канделя, он будет играть слева, больше все-таки уделяя внимание обороне, но я понимаю, что когда будет возможность, он будет подключаться к атакам, он это умеет, любит, и сознанием дело осуществляет, что касается Дельвекио, то тут понятно, он, наверное, все-таки левее будет работать, и вот смотрите, Дельвекио с левой стороны уже набрал скорость и ждал, когда ему поточнее сыграет в пас с ним. Ну вот, и таким образом, Тотти Касано, и Касано наш в гранах, и забивший ответный мяч, они вот эти трое и будут составлять линию атаки. Это уже Канделя ведет борьбу у Бровки. Давненько мы его не видели, давненько не играл, соскучился, так что ему и карты в руки. И вот Дзекду. Шевченко останавливает мяч, опять так же на грудь, ну, это качество мы уже отметили, он здорово это умеет. Ну, может, бить поворотом? Нет, мешает. Теперь уже попытка набросить мяч туда в штрафной площади. Не получилось. И мяч у Энерсона против него соотечественник КАКА, и мяч за боковой. Молодой против опытного, и молодой оказался пошустрее. Пас на левый фланг снова. Это Панкаро. Гатузо. КАКА. Хорошо заметил Андрей Шевченко, пасовал на защитник, тоже молодец, сыграл на перехвате ловко. КАФУ набрасывает, но далековато от двух атакующих. В этой ситуации Шевченко и второго парня по фамилии Длинный. Коротко, КАКА. Шестая минута и 1-1. Оффсайда и близко не было, потому что глубину атаки создал игрок, который застрял там на месте правозащитника примерно. Андрею не дадут подобраться к мячу, потому что просто-напросто перекрыли МКД. А это Канделя. А Гатузо будет бросать из-за боковой. Ну и вот вы видите, какой интерес естественный к матчу. Переполнены стадионы, приполнены трибуны стадиона в Риме. Опасная игра. Свободный. Досталась Пирло. В борьбе с Докуром. У Ромы 36 очков перед этой игрой. У Милана 30. И у Милана игра в запасе. Это 15-й тур. Милан играет 14-й матч, а Рома 15-й. Опасный момент. Пас неловко сыграл, скажу вам, откровенный игрок Милана. Мальдини технично сбросил мяч. Пирло дает его вперед. Докур перехватывает. Канделя подхватывает и пасует Тотти. Тотти вместо того, чтобы сыграть с Канделя, открыться и получить от него пас. Мяч теряет. И в итоге атака. Кафу навешивает. Пилицоли ловко выходит и забирает мяч и бросает его направо. Манчини предлагал сыграть в Тотти стенку на средней дистанции. Тотти его отигнорировал. Докур пас неплохо было задумано. Там Дельвекио открывался. Через защитника было бы лучше. Милан с мячом. Милан примерно на две минуты больше владел мячом в первом тайме нежели соперник. Руйкошта. Это Мальдиньи. Руйкошта передержал немножко мяч. Но из-за боковой будет бросать игрок Милана Фабио Капелло крупным планом был. И сейчас снова в гости владеют мячом Перло Кафу Кака Мальдиньи. Кафу оказывается во всайде Однажды он отметил работу арбитра подказал большой палец молодец все было так а сейчас а сейчас сейчас очень быстро момент пошел повтор по всему остановимся на 50-50 с мячом Рома Тотти пас Докуру молодец Докуру Манчини против него Панкаро из-за боковой бросает Милан Гатузо Пирло игроку Милана в таких случаях советы обязательно надо сделать два шага навстречу мячу шаг навстречу мячу и тогда все в порядке а в ожидании значит защитник имеет преимущество вот почему Какай потерял мяч давай быстрее говорит Фабио Капелло хотя не его команда вводила мяч в игру а получил замечание в игрок чтобы тот перекрыл соперника и не давал ему возможности принять мяч Панучи нарушил правила против Кошты Зейдорф Кошта слева Панкаро ну вот видите Панкаро навешивает а там один всего на всего игрок и тот Зейдорф ничего не имею против Дельвекио Канделя пас в борьбу мяч потерян Гатузо Толпа по центру растянуть бы эту оборону Панкаро опять пошел вперед подтверждая нашу догадку что мой Бейпио Ланчелотти предоставил больше возможностей этому левому защитнику очень энергичному подключаться по левому флангу и отогнать еще дальше своей штрафной манчин Но если там вдруг опять Зейдорф появится на левом краю ничего тоже удивительного не будет Схема игры расстановка игроков не может быть истинной в последней инстанции Она отправная точка эта расстановка от этой печки пляж Борьба за мяч Великолепно Зейдор Да мяч за линию за линию поля Касанов попала по ноге Можно войти в медицинскому персоналу и оказать помощь и здесь в столкновении из Мальдини перепала Касано игроку который восстановил равновесие в матче 1-1 Рома Милан Открыл счет Андрей Шевченко и Касано Касано забил ответ не гол Ну все в порядке я так полагаю Еще там страшно не произошло А вот и гол Андрея Шевченко И вот И вот видите как крутился даже мяч А это уже подача Тотти Игра головой Манчини и под острым углом успевает раньше всех к мячу раньше всех раньше защитников стоявших у ворот защитников Милана и Касано восстанавливает равновесие По голеностопу попросту без затей говоря попала в борьбе с Мальдини Касано и помощь оказана Терпи молодой Может быть еще забьешь Мяч будет отдан Милану Ну а Касано должен войти в игру уже из боковой Сейчас ему еще разочек тут добавят Раньше это был хлор и тил популярнейшее средство А иногда сейчас водичкой польют и тоже давай вперед Взеедорф Пирло Взеедорф Взеедорф Руйкош Вот такая перепасовка на средней дистанции Гаттузо Панкарон Панкарон как обычно левый пас в ногу И смотрите Милан уже почти на 5 минут больше держит мяч контролирует нежели Рома Самуэль Двинул Двинул по пятки линейно его использовали бесконечными навесами на него а его очень так хорошо киталий штрафной очень сильный пас в исполнении Пирло не рассчитал и Панкаро не успел Панкаро показывает чтобы закрыли его там зону вот видите мне игры не было поэлегантнее отдай и момент был бы острым ну и тут же борьба за мяч в линии ворот опять Панкаро он остался здесь вот этот самый универсальный вариант по эпизоду когда защитник не работает как левый крайний вот а дальше он вернется на свое место опять поменяется и все придет так сказать в нормальное состояние и это тоже нормальное состояние вот такая вот игра взаимозаменяемость которую мы сейчас увидели в исполнении Милана на левом краю ну а кто там вместо него уже работал не суть важная любой вот пас Андрея Шевченко тот бьет поворотом в неудобном положении но ударил этот дьявол вот и опять на грудь ну блистательно он отработал этот прием и как говорится исполняет его с закрытыми глазами разбудан он тут подыграл рукой себе но рассуждения остаются в силе кака и потом суде там было виднее схода касана в порядке бросает из-за боковой Абсолютно. Можно было отдать мяч Эмерсону. Тот стоял лицом к нему. Итог. Вот это контратака. И вот посмотрите, что может быть. Удар. 2-1. Вот что вам я говорил. Андрей Шевченко. Левый в дальний угол. 14-й мяч. Получите гранату за то, что Касанов талантливейший, техничный, умный игрок завозился с мячом. Вместо того, чтобы отдать его Эмерсону. И все. Тот лицом к воротам уже технарь понимает все. И сыграет, как ему уже, так сказать, подскажет ситуация. И вот, нате вам, в итоге контратака. Трое на четверых. Неправильно играют в центре обороны. Вне игры нет. Точный пас. И удар из-под ноги Самуэля в дальний притирку со штангой. Это все руйкошто. Посмотрите. Собрал троицу здесь. Святую в штрафной площади из защитников Ромы. Далее Самуэль бросился на подстраховки все-таки помочь. Удар мощный получился у Андрея. Вариант Пелицоли сыграть ногой. Правильно выбранный, но не успел подставить. Слишком хорош был удар. 14 мячей. Два гола Шевченко. 2-1. Впереди Милан. Кто-то в первом тайме там какую-то фразу бросил. Что-то еще будет в этой игре. 2-1. Впереди Милан. Манчини пасует. В ней игры нет. Опасный момент. Эмерсон в штрафной площади. Борьба за мяч. И мяч уходит за пределы поля. 2-1. Впереди Милан. Навес. Удар поворотом. Ой, какой момент блестящий был. Сравнять счет и Касана мог, так же, как и Андрей Шевченко, отличиться, забив второй гол. Посмотрите. Удар вне игры нет. Не успел просто как следует, видимо, Касана среагировать. Мог исправить собственную оплошность, когда он потерял там мяч. У него его стащили. Пас и пошла контратака мгновенная. И как по нотам разыгранная комбинация с великолепным ударом Андрея Шевченко в дальний уровень. А здесь он мог отличиться. Мяч, правда, наверное, случайно в его сторону залетел. Потому что наверняка игрок наносил его партнеру удар поворотом головой. Но не попал как следует. И вот тем не менее, шанс был. И опять-таки, такой технарь, как и ловкий тому же молодой человек Касана мог забить. Мог. Не вышел. Канделя бросает и за боковой. Ну, пока замены не сработали в команде Фабио Капелло. Пока что Дельвекио не провел себя. Ну, работает. Жизнь заставляет. Он сейчас показался нам на экране. А жизнь заставляет Канделя больше все-таки участвовать в игре. Потому что он в обороне играет. А вот Дельвекио, Дельвекио старательный. Но пока что КПД невысок. Кака. Перло. Адача в штрафную. Опять слишком сильно. Манчини получил мяч от Пелецоли. Докур неудачно обработал мяч. Передача в центр. Можно играть. Эмерсон с мячом. Пас налево. Опа. Не получилось у Эмерсона сыграть на опережении. Тотти. Низом играет перехват мяча. Тотти мяч перехватил. Дельвекио. Манчини. Пас налево. Ну-ка удар. Гоу. Нет. Не получается. Удар был что надо в исполнении Касана. Но прямо в руки. Удачно выброшил позицию Гиды. 2-1. Впереди Милан. Андрей контролирует мяч. Сыграл небрежно. Нарушение правил. Это Киву. Левый защитник Ромы. Мяч в игре. Докур. Манчини. Манчини пасует мяч в борьбу. Бальдини опережает соперника. Можно играть. Пирло. Зейдорф. Кафу. Кошта. Не было нарушений правил. Хитрил Кафу. И наказан за это. Хорошо так. Гида. Пирло. Зейдорф. Кафу. Зейдорф. Кошта. Зейдорф. Надо выбираться отсюда. На простор. И мяч выводить туда же. И вот нашли этот простор. И переадресовали мяч Пантеро. А это уже Кака. Гаттузов. Как-то робко отдавал мяч. Но Тотти. Вот в ожидании был. Помните я разбирал этот эпизод. Когда Кака должен был двинуться навстречу. И обладеть мячом. В этой ситуации также неправильно сыграл. И даже Тотти. Опять подхватывает мяч. Милан. Руйко. Что будет бить поворотом. Внимание. Нет. Замокнулся. И увидел перед собой соперника. Пантеро. Как Милан возит Рому. Смотрите. Хорошее выражение. Правда? Любители собирать красивые первые. Будьте любезны. Подарок. На Рождество. Хорошо отобран мяч. И далее. 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 Манчини. Пас на левый край. Отличная передача. Канделя. Против него Кафу. Навес. Панкаро головой отбивает мяч. Манчини. Касану. Ох. Красавец. Браво. Вот это перехват. Как здорово. Посмотрите. Тут чуть рукой не сыграл Панкаро. И вот посмотрите. Как далеко вышел на перехват Дида. И одной рукой сумел мяч остановить. И тут же подхватить. Это нечто похожее на удар в исполнении Румы. На Киеву левого защитника. И Дида далеко выбил мяч. И его сейчас контролирует Кошта на левом фланге. 26-я минута. Пануччи. 2-1 впереди Милан. Мы помним. Игра за 6 очков. Вы представляете. Если вдруг Рома выигрывает. Сразу же отрывается от главного преследователя Милана. А если побеждает Милан. То уже шанс победив. Ну при идеальных вариантах. Понимаете сами. Победил еще и Сиену 28 января. Может сравняться по наборочкам с Ромой. Но. Напоминаю вам. Что это 15-й тур. 16-й. 16-й будет. У нас с вами в основном. В воскресенье. Уже в это воскресенье. Так что включать мы вам не даем. Вот. Но. 10-го числа в субботу. У вас будет Парма Интер. Правда сразу предупреждаю в записи. А потом уже в воскресенье. В следующие дни. Если игра получится. Как надо. Будут конечно же и повторы этого матча. Ну а в воскресенье Самбдория Ювентус. Это уже будет прямая трансляция. Так что в субботу. 10-го и 11-го. Следующий 16-й тур. Завершается первый круг. 18-го. Но. Какие-то игры будут выведены. И поэтому. На 17-е. Посему. Будем ориентироваться на 18-е число. Милан снова с мячом. Пока на своей половине поля. Пирло. Гаттузо рядом. Кошта сыграл налево. Андрей Шевченко. Игра в стенку не получилась. Потому что партнер сыграл неаккуратно. Но молодец. Андрей не предъявляет претензий своему товарищу по команде. Понимая, что тот так не хотел. Но получилось. Канделя. Докур. Пас налево. Кто там продолжал. Да. Там Дельвейкио был. А Канделя чуть поближе подтянулся к нападающему. Ну, Киву-то играет на своем месте левого защитника. А Канделя исполняет и левого ховбека. Если жизнь заставляет Киву куда-то сместиться в центр. Значит, Канделя уже работает как левый защитник. Так что, в принципе, левый край атаки. И для них ховбеков отдан Канделя. Акафу все равно в знай гнет свое. И Зайдорф сюда пришел. Значит, наши рассуждения в изменившейся немножко тактике игры. Милана подтвердились. В атаке Милан. Кошта. Нет. Бить не дают. В конце концов, он все-таки настроился на удар. И удар нанес. Рикошет. Угловой заработал. Но и... И, 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 да. Все-таки дал понять Андрею Шевченко, что он видел его на левом фланге. А тот ему кричал, отдай мяч. А он отыгнорировал. Потому что заряжен был сам на удар. И он исполняет угловой справа. Навес. И вне игры Кошта. Ну, мы много раз отмечали, что такого рода диагональная передача одна из форм борьбы против искусственного офсайда. Но в одном только варианте это проходит все. Тогда, когда внимательно работает арбитер на линии. Раз. И второе. Если, если опоздали защитники и не вышли, как следует. Вот в этом случае все так и было. Защитники не вышли. А судья на линии, увы, поторопился. 2-1 впереди Милан. Костокурта. Гафу. Опа. Заидор пас. Все делал правильно. Отдавал мяч прямо вдоль линии. Плохи деворот. И попал в ногу соперника. Все сделал правильно. Может быть, не хватило одного нюансика. Вот посмотрите. Он отдавал настолько... Вот очевидно это, что... Что, что, что... Самуэль успел тормознуть, хотя вытягивал новую левую руку, левую ногу. Вытягивал, чтобы перехватить мяч, если в ощущении будет удар поворотом. Так вот, не хватало, знаете, какого нюансика. Замахтись вроде бы для удара поворотом. И мгновенно пас, как наоборот, вдоль. На Андрея Шевченко. Пирло навешивает. Завалили игрока Милана. Штрафной судья не реагирует. Удар на левый край. Мяч за пределами поля. Анчелотти наставник Милана. Мяч в игре. Нарушение правил. Ну, здесь обоюдное нарушение было в штрафной площади. Оба толкались. И я согласен с арбитром, что этот эпизод на пенальти не тянули. Дакур. Тоттил, тотти мяч отобрал. Зейдорф. Технично и красиво. Передача на левый план не получилась. Манчини пасует в штрафную площадь. И дальше падает игрок. Касано выскакивает. К линии площади ворот. Смотрите. Касано, конечно, нарушил правила. Но еще и утверждает, что ничего не было. Хозяева чаще нарушали правила. Рома пока терпит поражение 1-2. Самуэль выиграл у соперника мяч. Манчини бросает и за боковой. Пануччи. Передача направо Канделя. То есть на левый фланг. Совсем заблудился. Киву. Пануччи. Мальдини. Хорош Мальдини, правда? А вот сюда уже пас не надо было отдавать. Это Эммерсон. Панкаро. Капелло. Так, кому бросать и за боковой? Все-таки игроку Милана. Мяч в игре. Дельвеккио и Касано. У них не вышло. Киву. Молодец. Ох, как внешней стороной левой ловко, да? Пануччи. И Эммерсон. Канделя. Слишком откровенным был пас. Туда опять борьба. Эммерсон раньше. Напасная игра. Точно. Свисток арбитра. Мяч в игре. А без свистка нельзя было. Стоп. Судья предупредил. Ударили по ноге Кафу. И судья разрешил выйти в медперсонал. Видите? Защитник Кафу. Играет Хавбеков. Но когда надо и на месте правозащитника отработает по высшему разряду. Так. Штрафной выполняет Рома. Кафу должен сейчас войти в игру. Как только мяч введен будет уже в игру. Руйкошка. Замена. Шимич вместо Кафу. Да. Не все. Кафу выбыл из борьбы. Получил повреждение. Дабы может быть и не усугублять. Видите? Он и так уже не хромал. Вот. И Шимич на месте правозащитника будет играть. Удар вперед. Будет добавлено время. Может быть даже не менее трех минут. Неточный пас кива у мяча. Пас Пилицоли. Пилицоли голкипер отдает Докуру. Ну в общем Роме надо поспешить. Остается немного времени с добавленным где-то минут 12. Я так полагаю. Касано опять мяч отобрали у него. Здесь Докур молодец. И борьба жестковатая. И это Гаттузо. Великолепно на замахе отработал эпизод Килу. Канделя. Тотти. Можно играть. Итак вы помните да Андрей Шевченко забил два мяча и на его счету уже 14 забитых мяча. Перед этим туром 15 у Тотти 9 не забил. Вере один забил сегодня тоже 9. Ну и остальные отстали и значительно. так что задел хороший у Андрея Шевченко. А это кака и Манчини. Манчини. Милицоли очень плохо выбил мяч прямо на ногу сопернику. А вышел из ворот хорошо и вовремя. Самое главное Дельвекио Киву справа Манчини один а пас следует туда из глубинного поля в направлении Тотти того внимательно стерегут. Но мяч снова у Канделя. Канделя направо бы перевел. Было бы лучше. И вот Манчини играет с Эмерсоном. Подключается к атаке Пануччи и набрасывает штрафную площадь. Не очень высоко. Гатузо Панкаро ох как на замахе великолепно. Но тут себе позволяет некоторой вольности уже в обороне гости могут и поплатиться. Упал игрок Милана. Навесная передача. Удар поворотом гида на месте и игра остановлена. Андрей Шевченко Шевченко. Вот как раз. Он падая как раз и упал на ногу Самуэля. А нога Вити была поднята. Нечаянно сыгрался абсолютно Самуэль. И двинул полку Шевченко. Капелло. Так. Мяч у Ромы. И начинает все сначала. Киву набрасывает мяч штрафной площади. Оп. Куда вышел Гида. Костакурта Тотти Костакурта уже выручал голкипера и угловой удар. Ну важно теперь нам понять мяч все-таки летел в створворот после удара Касану или нет. Но Дида промечиво вышел из ворота. Дакур набрасывает мяч в штрафную снова. Борьба за мяч а там больше никого нет кроме Дальвекио. А он головой играет только на опережение на низких мячах. Все меньше времени еще больше прибавить надо Роме если надо спасать игру то только прибавить в движении и в напоре. Мяч из-за боковой ведет Милан. Манчини не понять с этой позиции куда в общем-то наверное все-таки в створ ворот летел мяч. Смотрите вот сейчас точнее мы поймем. Не уверен на все что в створ все-таки вот после этого повтора. Но как бы то ни было Коста Курта успел подстраховать дал кипера и молодец. А вот Дида сплоховал на выходе потому что очень далеко вышел ему там делать нечего было почти к линии штрафной. Мяч не поймаешь и вот выход один на один удар если все по правилам было то почему не забил Андрей Шевченко удар отворот все-таки Редондо выходит Хавбек в составе Милана 5 вместо 20 Зейдорфа Ну Зейдорф прилично отыграл отдадим ему должное очень прилично выходит Зейдорф Редондо свежий игрок ну придержать поддержать мяч Редондо это умеет и так что наверное все понятно и смотрите вне игры не было абсолютно и вот что же произошло вместо того чтобы уходить в центр вот так по прямой и бежал Андрей Шевченко но вдруг пробил мимо ворот когда можно еще было поближе подойти к Пилицоле обыграть его и забить третий мяч пятнадцатый по счету и все встало уже на свои места а так еще есть время а мы знаем как отыгралась Рома в первом тайне после удара Касано и великолепные комбинации 2-1 2-1 впереди Милана подходит к концу игра будет добавлено время Киеву с мячом кандаля 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 киеву гаттузо Дакур Дакур уже по-моему больше играет в центре обороны удар поворотом выше с тем чтобы почаще и посвободнее было подключаться игрокам играющим мубров левый и правый вот смотрите все уже не надо было бить поворотом не надо было там угловой задел мяч пелесоли молодец но не в этом дело не надо было бить расположил вратаря уже катил мяч вправо и делай что хочешь напоминаю друзья Ювентус Перуджи 1-0 Интерлече 3-1 Болонья Эмполи 2-1 Брешия Сиена 4-2 Анкона Парма 0-2 Модена Киева 0-3 Удинеза Самбдория 0-1 Реджина Лацио 2-1 и вот последний матч 15-го тура Рома терпит поражение на последней минуте нашего секундомера от Милана 1-2 оба гола забил Шевченко у Милана а Касана у Ромы но и он же устроил второй гол в собственные ворота когда потерял мяч на половине поля соперника когда она была ему просто-напросто отдать партнеру штрафной в пользу Ромы Касана будет выполнять наверное удар еще одна замена в составе Милана уходит Кошта Брокки наверное выйдет да точно Брокки видите уже Брокки он напоминает 5 минут добавляет арбитр так время прилично добавил судья навесная подача борьба за мяч в штрафной площади это Киву против него Мальдини Брокки напоминает Бериндели в Ювентусе вот как раз Брокки с мячом КК у штрафной площади не обыграл Докура тот цепко отработал эпизод в отборе мяча хорош был Докур удар вперед правильно совершенно сыграно в этом моменте пас вратарю вратарь сразу уже свободному игроку своей команды это Докур передача в штрафную да можно выпустить мяч за пределы поля молодец правильно тактически работает Дида Дельвеккио в общем ничего не вышло из замен так пока что вот к этой минуте у Фабио Капелло который только что был на наших экранах потому что Дельвеккио не усилил игру в атаке Канделя неплохо смотрелся на месте левого крайнего но но все-таки КПД тоже был невысок пелесори и Киву третья добавленная минута а в штрафной еще по сути дела не побывали в это добавленное время футболисты по сути дела не побывали не получается кака брокки но поточнее вне игры не было потому что тут Самуэль был в центре обороны ближе к штрафной площади своей вот перехват мяча пас налево Андрею Шевченко обводка между ног и дальше удара уже не было потому что подоспел соперник и отнял отнял у него мяч нарушение правил против Манчини останется две минуты играть Касано Тотти Тотти заработал все штрафные которые только можно было заработать а это Редондо его атаковал нарушил правила снова Тотти пас штрафную площадь Броки пас направо удар вперед Шимич Анчелотти четвертая добавленная минута останется полторы минуты играть никак не получается все-таки доставить менять хотя бы борьбу штрафную площадь ошибаются гости до кур пасует направо Манчини его встречает Панкаро и дальше что дальше дальше будет только лишь из-за боковой Топануччи портите Пануччи обратно обновлялся обновлялся состоялся навес и гида вот в этом моменте блестяще сыграл на перехвате с на моем намеком на тот когда касану посылал мяч пустые ворота кастокурта выбил на угловой панучин набрасывает мяч 30 секунд остается играть внимание 30 секунд остается играть в атаке рома защита работает отмена у милана пас на левый край андрею шевченко тот может спокойненько держать мяч возиться с ним потом пяточкой отыграть по штрафную площадь пас опять пятка и все по делу все красиво килицо ли выходит и выручает свою команду заканчивается игра 21 впереди милан побеждает рому два гола забил шевченко у милана касано у ромы восстановив равновесие на последних секундах добавлено времени первом тайме и вот победа милана игра за 6 очков закончилась победой милана и таким образом я вам уже назвал результаты всех остальных игр милан набирает 33 очка столько же и у ювентуса но у милана мы помним игра в запасе и таким образом он если все будет вот так идти по плану потенциально догоняет рому по потерянным очкам 36 очков у ромы остается рома сохраняет лидирующее положение единолично но пока что ювентус и милан в трех очках и у милана игра в запасе вот такие друзья дела в этом матче очень интересном во всех отношениях тем более милана держит победу на поле соперника очень сложного серьезного блистательно игравшего до 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 этого самого рождественского перерыва но здесь был хорош только в первые 15 минут в остальном был просто хорош милан и голы были великолепны спасибо за внимание друзьям за работу